Всем привет, с вами Денис Доропей, горная секция МФТИ, Абхазия, спелеопоход и у меня рассказ о новатуровском рюкзаке Гидро 85. Это не просто рюкзак, это герма рюкзак. Особенность его в том, что он полностью герметичен. Он представляет из себя некий такой большой плотный гермомешок, которому приделана хорошая подвесная система с поясом, надежными лямками и всеми делами. Объем этого рюкзака 85 литров. Закрывается он, как большинство современных гермомешков, закруткой. Ткань достаточно плотная, но не сверхтяжелая. При этом у рюкзака есть обычный такой конструктив. Во-первых, есть боковые стяжки с пряжками-самосбросами, за которые нормально крепится пенка. Вот. Удивительно, что даже длина лямок подобрана правильно, так что они и не болтаются, и позволяют закрепить практически любой пенополиэтиленовый коврик. На задней стороне есть карман. Конструкция его мне не нравится. Карман этот водостойкий, но не полностью водозащищенный. Он на молнию. Сюда можно положить какие-то вещи, чтобы защитить их от дождя, от брызг, но полной герметичности не будет. А не нравится он мне потому, что этот карман плеский. Когда рюкзак набит, ничего кроме бумажечек, ну или каких-то тонких вещей сюда не положишь. Вот. Есть крепление под ледоруб, даже два. На мой взгляд, для герма рюкзака это излишество. Ну, одно из этих креплений точно лишнее. Клапан. Клапан выполнен тоже в виде такого классического клапана с карманом. Карман этот тоже брызгозащищен. Тоже водостойкая молния, клееные швы. Вот если идти в обычном походе, в обычном пешеходном варианте, не погружая рюкзак целиком в воду, то клапан достаточно по водостойкости надежный. Даже в самый сильный ливень вещи в нем останутся сухими. Подвесная система выполнена следующим образом. Жестко пришитые лямки. По высоте не регулируется точка крепления. Это, конечно, ограничивает регулировку этого рюкзака с одной стороны, а с другой стороны упрощается система. Да, только тебя откидывает, потому что у тебя он ниже центра тяжести. Надо отпустить, затянуть грудные, а потом эти. Вот, подбрасывай его, чуть-чуть наклонись. Пояс в этом рюкзаке съемный. В принципе, его можно снимать, если не хотите его каким-то образом намочить. Пояс достаточно плотный и широкий, без карманов на поясе. Лямки имеют еще верхнюю точку. В общем, предотвращают опрокидывание рюкзака. Вот это верхняя точка крепления. Здесь ручка для переноски между лямок. Ну, достаточно классическая. Вообще, подвесная система, в принципе, нормальная и рабочая. По нашему опыту подходят и мои супруги Свете с ростом 173, и мне с ростом 183. То есть, большинство средних ростов эта подвесная система по размерам покрывает. Какие доработки хотелось бы мне увидеть в следующей версии этого рюкзака? Во-первых, я хотел бы, чтобы подвесная система, ну и крепление пояса было смещено чуть ниже по телу рюкзака. Сейчас это достаточно высоко. Видите, вот это расстояние 10 сантиметров, получается такой хвост. И центровка получается у рюкзака, ну такая нижняя. На мой взгляд, пояс нужно смещать вниз. Второй момент. Нужно убрать одно крепление ледоруба. И, в принципе, вот этот внешний карман необъемный тоже можно убрать. Я бы очень хотел, чтобы добавили клапан. Причем клапан обратный, так чтобы рюкзак можно было сдувать или даже откачивать насосом. Тогда бы он компрессовался под атмосферным давлением. Помимо этого, я бы хотел, чтобы в рюкзак добавили ручку на заднюю стенку. Например, сделав вот крепление вот этих строп, поперечные оттяжки и ручки в один силовой каркас. Потому что сейчас помогать одевать рюкзак товарищу, ну или своей жене, не очень удобно. Приходится это делать вот за боковые стяжки, либо вот за петли, предназначенные для крепления железа. Еще хотелось бы, конечно, внизу некий сетчатый карман, для того, чтобы в боковых стяжках можно было крепить длинномеры. Дальше точки крепления боковых стяжек хотелось бы перенести ближе к спине. Они расположены достаточно узко. Вот эту точку лучше бы перенести ближе к спине. А так, на удивление, в общем, меня рюкзак порадовал, потому что с ним не нужен гермомешок. Стоимость у него приблизительно такая же, как у обычного рюкзака. Вес его точно такой же, а может быть даже и меньше, чем у многих рюкзаков. Вес его чуть больше, чем полтора килограмма, точно меньше двух. По прочности он точно не уступает обычному рюкзаку. В общем, одни плюсы. Честно говоря, я бы хотел вот в таком исполнении видеть большинство современных туристических рюкзаков. Именно из такой ткани с проклеенными швами. У нас этот рюкзак испытывал полное погружение в пещере, валялся под проливным ливнем с дождями. Я уверен, что полную герметичность он будет сохранять еще несколько походов. Все зависит от того, насколько бережно к нему относиться. В принципе, самое слабое место это дно. Рано или поздно оно, скорее всего, каким-то острым предметом пробьется. Ну, эту дырку, эти дырки можно будет первое время заклеивать. Потом это просто будет водостойкий рюкзак, с которым уже не пойдешь в водный поход, как с гермомешком. Но отлично продолжишь ходить в обычные походы, не используя дополнительные накидки. В общем, одни плюсы. Надеюсь, что следующая версия этого рюкзака будет вообще космической, бомбической. С вами был Денис Доропей, горная секция МФТИ. Реально рекомендую подобное изделие. Подписывайтесь на канал. Сами побольше путешествуйте. Пока-пока.